Привет всем, меня зовут Олег Антоненко, и сегодня я буду снимать для вас Q&A, то есть ответы на вопросы. Я давно хотел снять такое видео, и сейчас, секундочку, чтобы уж наверняка ответить на вопрос. Даниил Карпенко спрашивает, когда, блин, перестанут прекрасные люди снимать ответы на вопросы? Почему я снимаю ответы на вопросы, это видео? Дело в том, что у меня сейчас сессия, и времени нет не столько на какие-то интересные оригинальные видео. У меня нет времени даже на обычные видео, поэтому они выходят редко. Но сейчас, я надеюсь, все будет хорошо. И помимо этого, сейчас у меня прилив аудитории, и мне кажется, что эти люди хотели бы меня получше узнать, поэтому я решил сделать как раз-таки такое видео. Просил вас задать свои вопросы у меня на страничке ВКонтакте, а также на страничке в моей группе, где все посвящено моему творчеству. Ссылочка внизу, подписывайтесь. Реклама. Лера Лукьянова спрашивает, где ты встретил Джейн, Кришу и Янбо? Джейн, наверное, Джейн Кравец. Джейн Кравец я встретил еще на дне рождения у Кати Клэп, где мы вместе с ней выступали. Потрясающая девушка, очень жизнерадостная, очень интересная, разносторонняя. Кришу на Витфесте, это, наверное, про Кришу Сокола. Он, оказывается, смотрел мои видео. И тогда я понял, насколько тесен YouTube, что мои камеры дошли даже до Криши. Это очень классно, и меня это, безусловно, радует. Янго я встретил также на Витфесте. Просто с ним сфоткался. Кюней, Кюней, Кюней Олесова, прости, если я не правильно что-то произнес. Кюней Олесова спрашивает, какой у меня рост. Рост у меня 190, социально измерился перед тем, как начать снимать это видео. Я думал, что я больше, потому что в школе меня измеряли. Я был там 192, 193. Сейчас я себя измерил 190. Наверное, усыхаю уже потихоньку. Лиза Романова спрашивает целых три вопроса. Давайте по очереди на них ответим. Первый вопрос. Какие жанры книг любишь читать и каких авторов? Честно говоря, я очень редко читаю. Здесь даже не поможет отговорка то, что у меня мало времени, у меня достаточно времени. Просто не знаю, у меня как-то это не идёт. И из-за этого мне, естественно, грустно. Я пытаюсь больше читать, но у меня не получается. Что я люблю читать, так я люблю читать биографии. Я очень люблю биографию Миренди и Трех. Я перечитывал её несколько раз. И причём в разных изданиях, от разных авторов. Мне очень нравится история эта женщина. Если у вас есть время, то обязательно прочтите. Потому что это одна из тех книг, которая мне пошла настолько быстро. То есть я начал её читать. Я её читал, 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 читал. Просто без остановки. Вот действительно, впервые меня так поглотила книга. Это очень классно. Но несмотря даже на мою нелюбовь к книгам, я всё равно их читаю. Хотя бы одну книжку месяц я должен прочитать. Я себя заставляю. И я и делаю это. Надеюсь, что когда-нибудь я всё-таки пересилю себя. Или повсрослею. И наконец-таки полюблю книги. А пока что я люблю читать только комиксы, мангу, статьи в интернете, мемчики. Деградирую. Следующий вопрос от Лиз Романовой. Какие на данный момент твои любимые сериалы или фильмы? Честно говоря, я фильмов особо не смотрю. Не знаю. У нас какие-то с ними напряжённые отношения. Я люблю в основном сериалы смотреть. То есть я помешан на сериалах. Я смотрю их каждый день, постоянно. Мой любимый сериал это Гриф, Лузеры, Хор, как хотите, называйте. Но вы должны его посмотреть, каждый из вас. Потому что в этом сериале затрагивается безумное количество различных важных социальных проблем. Понимаете, вот всё, что мне нравится, всё там заложено. Каверы. Социальные проблемы. То есть я не просто смотрю и деградирую. А я хотя бы... Размышляю. Этого мне достаточно, видимо. Не знаю, сериал меня во многом вдохновлял. Поэтому я очень рад, что я нашёл этот сериал ещё очень давно. И до сих пор этот сериал у меня самый любимый. Когда-нибудь я сниму для вас отдельное видео, посвящённое моим сериалам любимым. Потому что у меня их действительно много. И мне есть чем с вами поделиться. Потому что вы смотрите такие мейнстримные сериалы, которые всем известны. А многие сериалы, которые я смотрю, вполне возможно, вы даже о них не слышали. И последний вопрос от Лиз Романовой. А кого-то чаще всего слушаешь, когда тебе грустно и весело. Чаще всего я слушаю Эль Кинг. Я уже рассказывал о ней в своих месяцах. Я не знаю, почему я поглощен в эту женщину. Но я слушаю её постоянно. Я уже выучил почти все её песни. Она действительно заставляет меня чувствовать себя хорошо. Также я могу посоветовать вам Бриджит Мэндлер. Не знаю, как правильно говорить её имя и фамилия. Но в любом случае, её песни, они как будто тебя погружают в определённую атмосферу. Которая не похожа на другие. Тоже такая беззаботность. Но не та, которая слышится в песнях диснеевских. А просто вот такая беззаботность, которая тебе нравится. Устраивает повседневная. Поэтому обязательно послушайте Бриджит Мэндлер. На заметку себе возьмите. Так, следующий вопрос от Насты Шихер. Почему так мало фотографий, где ты улыбаешься? Сейчас мы перешли уже на мои комплексы. Дело в том, что я и в видео стараюсь мало улыбаться. А если я улыбаюсь, то только вот так. Чтобы не было видно моих зубов. Как вы уже могли заметить, у меня вот здесь вот этот зубик или вот этот... В общем, один из передних, он чёрный. Это мёртвый зуб. Я его довольно-таки стесняюсь уже долгое время. А операция вообще никак... Какое операция? Зубы делают операции? В общем, не могу сверху сделать себе белую штуку, чтобы казалось, что у меня нормальные зубы. И следующий вопрос от Кирилла Нищенко. Что делать, если законом не запрещено, а мама запрещена? Слушайся, мама. Мама всегда знает, что лучше. Я уверен. Если мама запрещена, значит в этот период крине так надо. Потом ты поймёшь, почему она тебя запретила. Ну, иногда, конечно, можно ослушаться. Но в большинстве случаев мама всегда говорит то, что надо. Слушайся, мама. И следующий вопрос спрашивает Алина Крошова. Крошова, Крошова. Тебя трудно найти, легко потереть, невозможно забыть. Я не знаю, как оригинально отвечать на такие вопросы. Но, вроде да. Неплохой я такой паренёк. Не забывает меня. И вам советую. Не надо. Татьяна Святская спрашивает, почему ты до сих пор не веган? Не знаю, я об этом задумывался. О том, чтобы полностью перейти с мяса на овощи, фрукты. Что они ещё делают? Я думал об этом. Один раз я пришёл в мясной прилавок, мясной магазин. Не знаю, как его обозвать. И там стояла фигурка чёрной коровы с крыльями. Возможно, эта фигурка кого-то привлечёт, но не меня. Я сразу начал думать о том, что мы действительно едим мёртвых животных. Мне стало от этого грустно. И потом спокойненько бабушка купила колбаску, пришёл домой, поел, успокоился. Ну, мне кажется, в колбаске мало мяса. Соя одна, наверное. Я думаю, нельзя всё-таки мясо полностью исключать из рациона. Но я ещё об этом думаю. Может быть, рано или поздно перейду на веганское питание. Или нет. Я не знаю, о чём я сейчас говорю. Тупое какое-то. Катя Ермак спрашивает. В новом году Запад решит, продлевать ли санкции против России. Отменят ли западные санкции. Знаете, я давно вам хотел сказать то, что в своих видео я ни в коем случае не буду обсуждать несколько вещей. И одна из них это политика. Потому что как вообще можно обсуждать политику, когда ты в этом вообще не сечёшь. Мне кажется, это неправильно. Поэтому политика никогда не буду обсуждать. Никогда не буду обсуждать религию. Ещё там множество вещей есть, которые я бы не хотел затрагивать в своих видео. Потому что у каждого свои какие-то взгляды определённые, которые не надо трогать никому. И последний вопрос. Евгений Скок спрашивает. С кем из блогеров хотел бы потусить? На самом деле это спорный вопрос. Потому что я после встречи с Катей Кладб, которую я смотрю очень давно. Чуть ли не 7 лет уже. В общем, с 2009 или 2010 года. И я всегда мечтал с ней встретиться. И в прошлом году я с ней встретился. И даже у меня была возможность с ней пообщаться. И тогда я понял то, что о чём общаться с этой девушкой. Потому что общих тем никаких особых нет. Она даже камеры не любит. Она говорила об этом на одной из своих встреч. И тогда у меня как раз-таки проскользнула мысль. Если ты смотришь какого-то блогера, это не значит то, что ты с ним хочешь действительно общаться и проводить время. То есть я бы с радостью, но я понимаю то, что общаться-то нам не о чем. Но естественно, какие-то вопросы, возможно, я бы и хотел с Катей пообщаться. Но это максимум заняло бы, ну ладно, день. А если вот так посмотреть просто с кем у нас общие интересы и с кем я бы хотел действительно пообщаться. Я бы очень хотел посмотреть вместе сериалы Ермузиевичем, Годуновой, Эдвардом, Ковальский. Они рассказывают о своих интересах. И я понимаю то, что, ой, мне это тоже всё нравится. Классно. Люблю этих людей. Я бы с Любарской очень хотел сериалов обсуждать. Она рассказывала про те сериалы, которые она любит смотреть. Я понимаю то, что, ой, я это, 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 это всё смотрел. И всё мне безумно нравится, и в чём-то я с ней согласен. И мне бы хотелось с ней об этом поговорить. Поэтому вот так, я смотрю по общим интересам. Также я безумно хотел бы пообщаться с блогерами своего города. То есть, Анастасис, Анжела Лондон. Ну, много их, на самом деле, если так посмотреть. Есть также мелкие блогеры, я просто не знаю их никнеймов. Я бы со всеми ними хотел бы пообщаться. Просто погулять, собрать их всех вместе. Мне кажется, это было бы классно. Я бы очень хотел пообщаться с камер-блогерами. Именно из России. Потому что их действительно очень мало. Я бы хотел всех вместе собрать. Возможно, какой-то проект вместе придумать. И просто, я понимаю то, что с этими людьми, действительно, я бы мог найти какой-то общий язык. И мы бы могли обсудить что-то. И это было бы так атмосферно и классно. Потому что каждый принимал бы проблемы другого человека. Мы бы солидарны были в чем-то. Мне нравится вот эта атмосферность. Также я хотел бы пообщаться с зарубежными блогерами. Это Колин Баленджер. Не знаю, как правильно им говорить. В общем, Колин Баленджер звучит как русская почти. Ух. С ней с удовольствием пообщался. Снял бы видео с Мирандой Синкс. Попросил бы, возможно, даже на себя маску надеть какую-нибудь. Чтобы никто не знал, что это я. Потому что это все не ради пиара бы делалось. Просто действительно, вот та атмосферка, которая царит в их видео, это что-то потрясающее. Я бы хотел быть частью всего этого. С кем еще? Дудл Доди. Звучит как болезнь какая-то. Девушка пишет свои песни. Очень добрая, очень такая харизматичная. Мне она безумно нравится. С удовольствием бы с ней пообщался. Ну, там еще много людей. Если вам интересно, я могу вам написать об этом уже в личные сообщения. Пообщаемся с вами, обсудим все это. А на этом, я думаю, все. Стоит закончить это видео. Давно хотел с вами пообщаться. Спасибо вам за то, что вы остались до конца этого видео. Если вы остались, конечно. Всем большое спасибо за просмотр. Относитесь к людям так же, как хотите, чтобы относились к вам. Всех люблю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА